Четверо детей, семь унуков, 12 правнуков и полдесятка праправнуков. Пять поколений у один рода б'яднала гамельчанка Евдакия Ивановна Пачкова. Герой працы у два ветерана Великой Айчинной сегодня означает 100-годовый юбилей. До венчования у Долга Жихарки родными и волонтерами Червоного Крыжа долучилась сей наша здымочная группа. Евдакия Ивановна просит называть ее просто «Баба Дуся» и за довольнением дает интервью на камеру, рассказывая про свое життя, тяжкую працу до войны и после. Любить узгадывать истории из детства и молодости. Еще до войны уроженка Добрушского района закончила в училище. Працовала на вельми тяжкой вытворчестве, электромонтером. Кажет, что не каждый мужчина справился без ее працы, а она зауседы была у первых веков. На традиционное питание учим сокрыт. Долголетия женщина отказывает. Тяжкая праца и степлый аппетит у ежи. Я же не такая грамотная, как у все мои дети. Ну какой я могу совет дать? Самое главное – работать надо честно, совестно, чтобы на тебе люди завидовали. Указывали, он видишь, как работает хорошо, он молодец. В последний час у Юдакии Ивановны, кроме родных, частые гости – волонтеры Гомельского отделения Червоного Крыжа. Инициативная группа Советского района Гомеля обрала Юдакию Ивановну удельникам проекта «Узрост. Час творить». Зараз до 100-годовой женщины приходят волонтеры сталого взросту. Приносят продукты, леки, пропонуют померать тиск и прагатовать ежу. Але признаются, коли хтось цим, ахчыма бачить угоэтым наведыванні громадский обовязок, для их у першую чергу гэта радость адзносин з мудрым чалавекам. Здесь мы переняли опыт швейцарского Красного Креста как равный равному. То есть у нас нету различия между волонтером, который оказывает помощь, и подопечным. То есть иногда даже совет своего подопечного – это в равной степени как совет волонтера. Поэтому вот наши волонтеры – они пожилые. То есть наша золотая молодежь. Юбиляр подяковала усім за веншаванні. А самым лепшим подарункам на День народжения за усе сто годов назвала «Ширые добрые слова и открытые сердцы людей», яких посылает лёс.